Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Пока инвесторы в панике продавали все, что только можно продать, крупные игроки наоборот подбирали активы и подбирают их такими темпами, которые мы не наблюдали с весны 2021-го. Сегодня мы углубимся в их действия, а также я озвучу свои мысли по биткоину и закончим мы хорошими новостями о принятии криптовалюты в России и Соединенных Штатах. И если тебе нравится подобного плана контент, не забудь поставить лайк. Это очень помогает мне, как автору канала, продолжать свою работу. Многие думают, что у меня тут целая команда и однажды я пытался ее организовать, но в итоге вся моя команда это я один. Поэтому всегда очень приятно видеть твою поддержку. Начнем с китов. Мы наблюдаем масштабное накопление биткоинов с их стороны на этом падении. Хватит распродавать в панике свои биткоины по скидке этому парню. Он покупает биткоины на сумму от 2 до 18 миллионов долларов каждые несколько часов. И если мы проверим этот кошелек, то действительно увидим, что этот человек накапливает огромное количество биткоинов чуть ли не каждый час. И это не просто какой-то там кошелек. Это огромный кошелек с балансом 1,8 миллиарда долларов в биткоинах. За два последних дня этот баланс вырос 47,5 тысяч до 51 тысячи биткоинов. Мы видим миллиардера, который жестко выкупает монеты у паникеров, причем очень-очень дешево. Еще один крупный кошелек с балансом миллиард долларов в биткоине. Он накапливает биткоины не просто сейчас. Он накапливает их с ноября 2021 года. Именно тогда биткоины начал падать и падает до сих пор. Если мы посмотрим на синий график, это график, который отображает баланс биткоинов на этом кошельке, то увидим, что в этот период он увеличивает биткоины на своем балансе лесенкой. Это буквально то, что называется усреднение по доллару. Вот, например, 5 декабря купил, 12 декабря купил, 19 и так далее. А вот в январе 2022 он делает это практически каждый день. Вот здесь это видно. И если посмотреть на историю этого кошелька, то даже не каждый день он покупает, а каждые несколько часов. Причем покупает он немало, сотни, а то и тысячи биткоинов. За два месяца он накопил почти 28 тысяч биткоинов. Этот миллиардер купил биткоинов на сумму 1 миллиард долларов за два месяца. В то время, когда кто-то из вас в панике продает, этот человек покупает эти монетки в два раза дешевле. Если мы проверим мой самый любимый биткоин-кошелек, за которым я слежу уже давно, и если ты подписан на мой канал, ты об этом знаешь, это самый крупный биткоин-кошелек, который не принадлежит криптовалютным биржам с балансом более 4 миллиардов долларов или же 124 с половиной тысячи биткоинов. На графике мы можем увидеть, что на этом падении цены биткоина он ни разу не продавал биткоины, а наоборот их накапливает. Вот, например, несколько часов назад он купил еще 160 биткоинов. Синий график – это баланс биткоинов на этом кошельке. Мы можем увидеть, что все время падения биткоина этот кошелек только лишь покупает биткоин. И сейчас баланс его кошелька находится на историческом пике. Кстати, он также, как мы видим, накапливал биткоины во время этого падения вот здесь. И, наконец, еще один миллиардер с кошельком, на котором почти 29 тысяч биткоинов. С ноября 2021, когда цена биткоина начала падать, его баланс стремительно начал расти. Этот крупный игрок массивно накапливает монеты и за два месяца добавил около 20 тысяч биткоинов. И, как мы видим, только за 24 января у него огромное количество покупок. За полтора дня он купил практически тысячу биткоинов. Эти массивные накопления и приводят к тому, что неликвидное предложение биткоина растет и достигает нового исторического пика. Этот график показывает, сколько биткоинов хранится на небиржевых кошельках и при этом никуда не двигается. Мы уже говорили об этой метрике. Еще раз напомню, что на падение весной 2021-го неликвидное предложение биткоинов тоже падало. Сейчас же на падении оно растет. Для меня это очень позитивный знак. Это означает, что люди массово накапливают монеты биткоина и проанализированные нами биткоин-кошельки это подтверждают. Массивный рост неликвидного предложения биткоина вызывает его дефицит на биржах. И это видно на этом графике. Желтая линия – это баланс биткоинов на всех биржах. И мы видим, что в последнее время этот баланс только падает. Если это будет продолжаться, это определенно поможет биткоину расти вверх. Однако это все-таки долгосрочный фактор, и на краткосроке на него опираться не стоит. Ведь если на бирже все меньше биткоинов, то внезапный скачок спроса может сильно подстегнуть рост цены во время следующего булрана. Кстати, хочу обратить твое внимание еще и на этот график. Это график общего предложения биткоина, который удерживают долгосрочные холдеры. И как мы видим, долгосрочные холдеры не продают свои монеты. Кроме этого, я убежден, что в мире еще полным-полно людей с большими деньгами, которые еще никогда не покупали криптовалюты и биткоин. В прошлом году криптовалюты выросли значительно, с нескольких сотен миллиардов долларов до почти трех триллионов долларов рыночной капитализации. Они выросли так, что их просто невозможно уже игнорировать. И поэтому я уверен, все эти люди с большими деньгами это осознают и начинают изучать этот рынок. И потенциально захотят владеть некоторым количеством криптовалюты. Просто для диверсификации своих портфелей и распределения рисков. И мне кажется, что это уже начинается. Массивные покупки биткоина, которые мы сейчас наблюдаем, это начало. Крупные игроки просто отъедают этот рынок. Выкупают так много, сколько они могут. А теперь я хочу поговорить о техническом анализе биткоина. Здесь есть, что тебе показать. Хотя киты массово выкупают биткоин, это еще не может означать достижение биткоина своего минимума в этом падении. Конечно, фундаментально такие покупки это хорошо, но технически есть некоторые условия, которые точно скажут мне, когда биткоин ожидает разворот вверх. Начнем с того, что экспоненциальная средняя скользящая, вот эта красная линия, умудрилась удержаться в качестве поддержки. И хотя биткоин проваливался ниже нее и почти достигал следующей линии поддержки, он все-таки вернулся. И все-таки эта линия осталась поддержкой. Как мы говорили вчера, пробитие этой линии исторически может спровоцировать массивный обвал биткоина. Поэтому то, что она остается поддержкой, это хорошо. Следующий индикатор на дневном графике биткоина называется EMA Ribbon. Здесь ситуация очень похожа на то, что было вот тут. Буквально под копирку. Давай разберем, что происходило тогда, прежде чем понять, что произойдет сейчас. На растущем восходящем тренде EMA Ribbon всегда служит поддержкой. Как ты видишь, цена всегда отскакивала от этих линий. Однако уже на падающем нисходящем тренде эти линии служат сопротивлением. Как ты видишь, цена пытается их пробить, но не получается. Когда же после массивного падения биткоина начинался разворот его цены? А тогда, когда цена наконец-таки пробивала этот индикатор, но не просто пробила его, но также и протестировала его на предмет поддержки. И если этот тест оказывался удачным, и эти линии снова становились поддержкой, нас ожидал рост. Исходя из этого анализа, я буду уверен в развороте цены биткоина тогда, когда она выполнит точно такие же условия. Цена должна пробить этот индикатор, но не просто пробить, а также протестировать его на предмет поддержки. И если этот ретест окажется успешным, то нас будет ожидать разворот цены биткоина. Второй индикатор, который может показать разворот цены, называется BTC Pure Multiple. Это один из самых точных индикаторов, что я видел для биткоина. Он дает отличные сигналы на покупку биткоина практически у самого дна его цены. Эти сигналы появляются тогда, когда белая линия пересекается с зеленой. Как, например, вот здесь. В июле 2021-го белая линия пересеклась с зеленой и дала сигнал на разворот. Что было с ценой биткоина? Этот сигнал произошел где-то вот здесь. Мы видим, что после сигнала цена биткоина еще немного упала. Все-таки этот сигнал определил почти самое дно биткоина. Ведь после этого сигнала мы увидели вот этот рост. В 2020-м году, как ты видишь, этот индикатор давал множественные сигналы на покупку. Причем первые сигналы начались вот на этом падении. Ориентируясь на этот индикатор, ты мог весь 2020-й год накапливать биткоины перед вот этим взрывом. И еще одна ситуация. В конце 2018-го, начале 2019-го. Вот на этом падении этот индикатор просто захлебывался в крике, что нужно покупать. После чего цена биткоина пережила вот этот рост. И что же происходит прямо сейчас с этим индикатором? Мы видим, что белая линия практически приближена к зеленой. Здесь осталось совсем чуть-чуть. Когда белая линия пересечет эту зеленую, это будет сигнал на скорый разворот цены биткоина. И наконец я хочу поговорить о том, что происходит в России с запретом криптовалюты. Как ты помнишь, Центробанк выступил с заявлениями о том, что необходимо запретить криптовалюты и майнинг. Депутаты Госдумы не поддержали его позицию. Согласно их заявлениям, ни один из органов власти не разделил мнение Центробанка. При этом они отметили, что запрет криптовалюты может выставить Россию посмешищем на весь мир. В результате дискуссии было принято решение, что криптовалюту в России запрещать не будут, так как она способна поддержать экономику некоторых регионов России. Хмм, удивительно адекватные заявления, как для депутатов Госдумы, не ожидал. А в США тем временем готовятся обнародовать уже готовое законодательство о регулировании криптовалюты в стране. Белый дом намерен стать лидером криптовалютной технологии. Почему так происходит? Потому что в США начали осознавать, что разработки Китая и других стран в области цифровых валют центральных банков могут угрожать господству доллара и самих штатов соответственно. Мы об этом говорили годами на этом канале, и я рад, что в США начали это понимать. Возможно, теперь эта страна сделает многое для того, чтобы стать лидером в этой индустрии. И в качестве побочного эффекта у нас будет благодатная юрисдикция для развития блокчейна и криптотехнологий. И юрисдикция эта называется территория Соединенных Штатов Америки. А меня зовут Богатейший Иди, если видео было для тебя полезным или интересным, почему бы не поставить лайк? Ведь я стараюсь каждый день конкретно для тебя. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно, богатей! До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!